Участники автопробега на митинге на Аллее Героев возложили цветы к могилам погибших при исполнении служебного долга полицейских. Ветераны уголовного розыска подобные траурные мероприятия проводили во всех регионах России, через которые пролегал маршрут автопробега из Владивостока до Москвы. Во всех регионах практически была дань памяти сотрудникам погибших при пресечении преступлений при защите конституционного строя. Это не только у каких-то мемориальных комплексов, а это в удаленных районах лесных, в тайге, в удаленных районах у могил, где похоронены сотрудники полиции. Встречи, разговоры, собеседования. Это и встречи с родителями, детьми погибших, оказание материальной помощи. В целом, масштабное такое мероприятие, это впервые в истории органов внутренних дел России, прямо надо сказать. И масштабность заключается в том, что не только 20 регионов, но и число участников, это 2500 участников. По словам ветеранов криминальной милиции, за эти два месяца они пообщались со своими коллегами почти в 20 регионах России. Важной задачей они считают повышение престижа работника правоохранительной системы. Один из вопросов, который стоял, это повышение престижа имиджа сотрудников полиции. Потому что мы говорим о положительном, потому что негативная информация, которая на протяжении последних 20 лет, значит, публикуется о работниках пилиции, она не только подрывает авторитет, имидж, но и влияет на оперативно-служебные показатели. Мы говорим о том, что прошла реформа, мы говорим, что есть полиция. Давайте по-другому относиться. Надо замечать больше героического, самоотверженного. Примеров очень много. Только на положительных примерах можно формировать какие-то добрые, нормальные отношения. После траурной церемонии участники автопробега отправились в городское управление полиции для обсуждения и передачи своего многолетнего опыта действующим рязанским оперативникам. Ведь бывших оперов, как известно, не бывает. Субтитры создавал DimaTorzok